Главный тренер Реу Александр Ирхин, Александр Сергеевич, как прокомментируете матч 0-1, обидное поражение с очень сильной командой хозяев? Поражение обидное, но мне как бы не было неприятно признать это, но эта команда сильнее, на данный момент она сильнее. Да, в первом тайме у нас были неплохие подходы к воротам, не сумели реализовать, выжать точнее из этих моментов максимум. Но в целом надо признать, что сегодня эта команда была сильнее. Самое главное, что мы проигрывали единоборство. Сейчас, собственно говоря, результат обусловлен тем, кто больше выиграет единоборство, тот и побеждает. Не тот, кто больше владеет, не тот, кто даже больше бьет поворотом, хотя у нас, к сожалению, минимальное число ударов поворотом. Но вот самая главная причина того, что мы уступили, это вот мы уступили в единоборствах, в атлетизме. Насколько схема тактически изменилась по сравнению с предыдущими матчами? Вот братья Попковы в атаку больше были нацелены сегодня? Ну, они достаточно быстрые, но, к сожалению, они, так скажем, сейчас у них, если можно так выразиться, переходный период между детско-юношеским футболом и взрослым. Им немножечко не хватает вот такой наглости, уверенности, ребята так неплохо оснащены. Вот нет, это в силу того, что дисквалифицирован Галаян, и поэтому мы вынуждены были сделать вот такие изменения в составе. А как раз наоборот акцент был сделан на то, чтобы строже сыграть в обороне, и это удалось. В обороне мы сыграли, можно сказать, без ошибок. Мы посмотрели в перерыве повтор забитого гола, вероятно, он был забит из офсайда. Это как-то более обидно сделать эти поражения? Да обидно, не обидно, счет ты уже не изменишь. Ну, мне тоже так показалось с бровки. Ну, судья приняла, судей, вернее, судейская бригада приняли такое решение, с этим спорить бессмысленно. Ну, конечно, не пропустим мы этот гол. Мы как раз где-то вот с середины первого тайма сумели под контроль взять мяч, и то есть воплощали те задумки, которые перед игрой были в реалии. Ну, гол, конечно, он немножко надломил, тем более, я говорю, у нас достаточно много молодых ребят, неопытных в этом плане. Ну, не игры, значит, не игры. Это ничто не меняет. Ну, я поблагодарил ребят за самоотдачу, претензий нет, достаточно уверенно сегодня сыграли в обороне, включая вратаря. Да, вся команда в обороне неплохо сыграла. Вот, ну, есть над чем работать. Наконец, как оцените в целом проведение турнира в Грозном, условия проживания, игра, поле, газон? Ну, как говорится, чтобы дать оценку, было бы с чем сравнивать, не есть с чем сравнивать. Но с учетом того, что это не профессиональный футбол, организация замечательная, только поблагодарить можно состояние поля прекрасное, раздевалки. Ну, а что касается проживания, питания, ну, это любительский футбол, поэтому что есть, то есть. Спасибо.